здравствуйте друзья наконец-то наконец-то мы нашли время съездить щелыкова кто не знает щелыкова это усадьба драматурга александра островского и природный заповедник находится в 112 километрах от костромы скажу честно что до посещения щелыкова я знала про него почти все но хотелось увидеть и увиденное меня не разочаровала даже родились стихи приезжай щелыкова побродить среди сосен и послушать кузнечиков в мягкой траве здесь и в жаркое лето и в нарядную осень лес усадьба и озеро как волшебстве приезжай щелыкова сбеги из столицы если в этих краях ты еще не бывал тут так просто ложатся стихи на странице пусть и раньше стихов никогда не писал здесь расскажут тебе про страну бериндеев про снегурочку снежную дочку весны дом островского стал теперь просто музеем но все комнаты мыслей и сказок полны здесь ракетами пихты взвиваются к небу здесь уставшие липы тихонько шумят приезжай если был приезжай если не был погулять помечтать посмотреть на закат по дорожкам бродить в одиночестве лучше а когда соберешься поехать домой там где нежным сердечком пульсирует ключик на прощание умойся водой ледяной а вот что написал про щелыкова в своем дневнике островский с первого разу она мне не понравилось исключая дому который удивительно хорош как снаружи оригинальностью архитектуры так и внутри удобством помещений а дальше драматург вероятно отдохнул с дороги выспался и посмотрел на щелыкова уже другими глазами щелыкова мне вчера не показалось вероятно потому что я построил себе прежде в воображении свое щелыкова сегодня я рассмотрел его и настоящая щелыкова настолько лучше воображаемого насколько природа лучше мечты дом стоит на высокой горе которая справа и слева изрыта такими восхитительными оврагами покрытыми кудрявыми сосенками и липами что никак не выдумаешь ничего подобного ну что тут добавишь могу сказать усадьба хороша экскурсовод у нас была чудесная любящая свое дело грамотная красноречивая и громкая да это тоже немаловажно если отстанешь зависнув на каком-то нереальном пейзаже то все равно ее прекрасно слышно мы прошлись по каскадам деревянных лестниц и по мостикам ведущим через глубокие овраги полюбовались пейзажами и необыкновенной двухэтажной беседкой и конечно зашли в дом островского а в конце экскурсии мы посетили юрилину поляну и голубой ключик в том самом месте где растаяла влюбленная в леле снегурочка на дне ключика бьется ее любящее сердечко и она действительно бьется и вода в ключике голубая красивая сказка про снегурочку но говорят что навеяна она страшными языческими обрядами жертвоприношения будто бы красивую девушку привязывали зимним вечером в лесу и к утру она превращалась в ледяную девушку снегурочку надеюсь что это всего лишь легенда а я говорю вам до свидания и с вами был канал домик окнами в сад а а а а а а а а